Дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал! И вот такой небольшой видео обзор о укорененных пасынках глоксинии. Задают вопросы и хочу в этом видео показать и ответить на эти вопросы. Так, вот теплички. Это, конечно, только часть тепличек, но вот что происходит сейчас в них, нужно посмотреть уже и разобраться. Вот это вот было укоренение месяц назад. Я показывала видео, что я снимала пасынки и укореняла. Как можно посмотреть, вот есть конденсат на крышке, то есть я не проветриваю. Так, и здесь уже, конечно, все сомкнулось. Нужно срочно расставить. Все они сейчас пока стоят у меня под искусственным светом, но уже буду выставлять на естественный свет. Так, сейчас посмотрим с вами, что там с корешками. Корешков. Ага, вот уже потихоньку начинают появляться корешки. Все листики тугие, хорошие. Так что в этой тепличке нужно просто расставить их, чтобы глоксиния не потянулась. Так, сейчас еще одну посмотрим. Вот такая небольшая коробочка, тоже конденсат есть. Теплички у меня примерно 18-20 сантиметров в высоту. Тоже задавали вопрос, какие теплички используют. Да что ж такого не открывается. Так, тоже можно посмотреть, что уже большие пасынки просто сомкнулись листиками. Нужно расставить, чтобы они ни в коем случае не вытянулись. Так, и еще вот здесь посмотрим. Это буквально неделю назад я укореняла. Так, тоже все живы-здоровы. Ну вот так вот, если потрогать, у некоторых листики подвявшие сначала. Ничего страшного, как они только начинают запускать корешки, то они все восстанавливаются быстренько. Пока стоят на полочках под искусственным освещением все. Так, задают вопрос. Если, да, бывает такое, но очень редко, что пасынки не наращивают клубень. И для чего я их сажаю? Я сажаю для того, чтобы быстро размножить сорт, а также получить цветение. Она полноценная, эта розеточка расцветет, как и мы высаживаем клубни. Мне нужны листики еще. И вот такой способ мне очень нравится, что быстро можно получить цветущее растение, а также листики для дальнейшего укоренения. Вот я сейчас покажу это, конечно. Укоренение было в январе и стояла она только под искусственным светом. Света ей катастрофически не хватило. Она вытянулась. Вот такой ствол, но тем не менее 4 бутона уже вышли. И один расцвел. Это НГ Ромка. Красивые белые цветы с яркой сиреневой окантовкой и темным крапом по всем лепесткам. Конечно, за такое выращивание мне можно поставить двойку, потому как галаксинья вытянулась. Всему нужно находить освещение и изначально выращивать все правильно. Но вот такие вот листья, хорошие, крепкие, здоровые, я могу взять уже на укоренение. Потому как есть сорта, которые пользуются спросом, и я просто физически не могу 10 розеток одного сорта держать. А вот так вот я могу быстро вырастить и как бы получить посадочный материал. Если вот так вот придавить, я, конечно, сейчас не буду вытаскивать. Вот я чувствую, что клубень там есть, вырос там маленький клубенек. Поэтому считаю, что все-таки чем выбрасывать такие шикарные пасынки, для размножения они отлично подходят. Очень быстро можно получать вот такой вот отличный посадочный материал. Пока не нарастут хорошие корни, все это находится под крышками накрытыми. То есть пока полностью ком не займет, галаксинья, вот видно, что начинают маленькие корешки пробиваться. Когда их уже будет много, тогда нужно будет тепличку приоткрывать, проветривать и переваливать их в горшочки. И также они будут запускать цветение и будут у нас отличные листики. Как понять, ну вот как все заплетет корнями, здесь видно, сколько уже корней. Все в корнях. Такое уже нужно было давно перевалить в горшочек и выращивать с хорошим освещением. А так вот получается, что вытянутая и нужно делать подпорки. Ну это как-то меня это, допустим, вообще не напрягает. Если по недостатку места и освещения такое получается, я ставлю подпорки и любуюсь галаксиниями. Красота. Так, еще, конечно, буду обязательно... Никаких сейчас нет подкормок у них. А вот когда уже я перевалю в горшочки, я обязательно покажу вот этим галаксиниям месяц, допустим. Сейчас я их расставлю еще, дождусь корешков хороших и буду постепенно переваливать их в горшочки. Это примерно еще, наверное, займет полмесяца точно. Вот так. И дальше уже буду давать им удобрения для цветения, чтобы они уже запускали бутоны. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях. С удовольствием отвечу. Всем удачного выращивания, пышного цветения и до новых встреч!